Продолжение следует... У меня два вопроса в моем выступлении, которые обозначены на данном слайде. Итак, первый вопрос. Понятие «история реализации». Поначалу я скажу о образовательных ресурсах, которые являются мировой объективной тенденцией. Эта тенденция питается идеями утопистов Сен-Симона, Фурье, Оуэна, нашего соотечественника Кропоткина. Я эту тенденцию обозначаю как образовательный коммунизм. Это своего рода прочтение, новое прочтение прекрасных коммунитических принципов. Все во имя человека, все для блага человека. Примером успешной реализации этих принципов является, например, Википедия. Отмечу сразу, что эта тенденция проявляется, как ни странно, не только в образовании, а, например, в экономике. Совершенно недавно я получил информацию о том, что Tesla Motors, американская компания, которая выпускает электромобили, выложила в открытый доступ всю свою документацию. Более подробно об этом можно посчитать в книге Сергея Хапрова «Цифровой коммунизм». Массово открытые курсы являются составной частью открытых образовательных ресурсов. Это прекрасно. Вот посмотрите, записана миссия проекта. Кто может выступать против? Все мы поддерживаем это. Создать курсы усилиями лучших представителей и педагогической общественности, и сделать их доступными. Смысл слова «Абреватура» указан на данном слайде. Это все достаточно известно. Я хочу обратить внимание на следующие факты, которые я в дальнейшем буду использовать. Во-первых, массовые открытые курсы появились в 2008 году. Это было связано с такими именами, как Сименс, Даунс, Кормье. А в 2011 году был год, который назван годом МОК. А курсы эти вызвали неоднозначную реакцию в Соединенных Штатах. Вот этот слайд я взял у Константина Бугачека. И видно как раз здесь различную реакцию на это направление. С моей точки зрения, вот в отличие от Константина, который привел значительное число, вот такую классификацию МОК, я считаю, что достаточно пользоваться типологией МОКа двух типов. СИМОК и ИХМОК. СИМОК это мечта, это педагогическое новшинство, это новая педагогика. Ну действительно, даже вот примеры здесь перечислены. Это курсы ориентированы на генерацию новых знаний. Цель выбирает слушатель сам. Курсы не содержат контентной основы. Вот в общем, в плане тоже перечислено. Это все необычно. Это все ново. И это 2008 год. Наиболее распространены ИХМОК. Это, ну я не сказал шаг назад, это педагогика и это обучение, копирующее то, что мы делаем в очном варианте, только оно перенесено в интернет. Обращаю внимание на организационную структуру, которая обеспечивает создание и применение МОК. Ну и в данном случае на слайде показаны более известные проекты, которые уже у всех на слуху. Курсеры, Udacity, EDX и другие. Перейдем к организационным возможностям и особенностям зарубежных и российских. Организационные особенности перечислены вот на данном слайде и все понятны. Еще раз напоминаю, что я рассматриваю ИХМОК. Итак, здесь все традиционно и особенно важно, что акцент здесь сделан на самостоятельную работу самоконтроль и взаимоконтроль. Газово-педагогические элементы. Это представление учебной информации, практикумы, организация контроля и общение. Их четыре. Рассмотрим более подробно каждый из них. Представление учебной информации. Как известно даже, и как вы уже знаете, кто знаком с МОКами, наиболее часто учебная информация преподносится в виде лекций, которым уже больше 400 лет. Это наиболее живучая форма преподнесения учебной информации. Она до сих пор существует. Какие же особенности здесь? Структура лекции дискретна, как Марина Ефимовна впервые в своих работах отмечала. Они разбиваются на части по 2-15 минут, и каждая часть завершается контролем. Вот пример курса, на котором я учился в курсе. Это основы онлайн обучения. И, как видите, я слушал лекции, вот наш преподаватель, вот ее слайды, собственно, все традиционно. Другой вариант преподнесения лекций, это, ну, я его называю хановским, когда преподаватель доносит информацию голосом и на планшете поясняет свои мысли, дополняя их рисунками, схемами. Обратите внимание, меня это поразило. Это фактически возвращение к мелалому периоду, может быть, когда преподаватель объясняет словами свой урок и рисует на доске. Представляете, тоже живучий. Оказывается, это лучший вариант, судя по популярности этого метода. То есть лекции, они живучи, они эффективны, и в то же время эффективны. И вот такой вариант донесения информации. Ну, здесь вот приведены некоторые варианты вот такого хановского преподнесения учебного материала. Практикумы в их смоках традиционные, они не вызывают никаких эмоций у преподавателя. В организации контроля тоже, я бы сказал, все понятно. Я хочу только обратить внимание на четвертый пункт. Это самостоятельное перекрестное оценивание студентов. Вот это для меня было открытием. Точнее говоря, это был знаком и ранее с такими методами еще в 200-летней давности. Но здесь, казалось бы, как они могут, сами еще не научившись, проверять друг друга. А показывает практика, показывает, что оценки, которые выставляют студентам, вот видите здесь, и студенты друг к другу, и оценки преподавателя хорошо коррелированы. Это новшество, которое мы обязаны и должны использовать в своих курсах. Общение и сотрудничество. Это основа всех, основа всех МОКов. Здесь перечислено, что это дает, и все это в основном делается в классических форумах. На что мне хотелось бы обратить внимание, что на исследовательский характер МОКов это каждый-каждый курс, в каждом курсе ставятся задачи научные, обобщение, какие-то выводы, которые направлены на повышение качества, эффективность этого процесса. Что можно сказать про российские МОКи? Самым первым МОКом, который возник на 8 лет раньше, чем первые МОКи американские, это был система дистанционного бизнес-образования. Она была в 2008 году, и вспомните, я говорю, в 2000 году организована, а первые ХМОКи появились в 2008 году. В 2011 году появились ХМОКи, а СИМОКи в 2008 году. Так вот, значит, национальный институт, интуит, все его тоже хорошо знают, он в 2000 году начал функционировать. Ну и вот последнее, это универсариум, наше достижение. Итак, коллеги, какие выводы? МОК — это социально-педагогическое, я подчеркиваю, социально-педагогическое явление, которое развивается, и еще раз повторяю, это часть всемирных образовательных ресурсов. И они требуют дальнейшего изучения, особенно со стороны педагогики. Методические подходы, о которых я коротко рассказал, методы контроля, общения, взаимопомощи, необходимо использовать и не только в дистанционных курсах, но и в очном варианте. Третье. Необходимо больше внимания уделять развитию исследованию педагогических аспектов СИМОК, конъективистских курсов. Вот это действительно педагогика, это новая педагогика. На постсоветском пространстве этим занимается Иван Травкин. Значит, Бугачук и Кухаренко проводят такие курсы. Ну, по крайней мере, мне больше неизвестно. Надо поддерживать это направление. Далее приведены информационные обеспечения в виде текстовых файлов и также видео. Итак, благодарю за внимание. Готов ответить все в любом варианте. Спасибо.